Давайте будем разбираться, как правильно оформлять статьи. Зачем это нужно, спросите вы? Ведь правильно оформленная статья не даст вам стопроцентной гарантии, что у вашей статьи будут сотни тысяч дочитываний, да даже тысячи дочитываний. А на нормальное оформление статьи может уйти очень много времени. Намного проще написать всё сплошным текстом, быстренько опубликовать и всё, и ждать, когда наберутся дочитки. Ну так вот, правильное оформление, конечно, не даёт стопроцентной гарантии, но оно помогает намного дольше удержать аудиторию, которая зашла в вашу статью, помогает дочитать, увеличить время, которое пребывает человек на вашей статье. И, скорее всего, правильная оформленная статья с большей долей вероятности понравится вашему читателю. А если она ему понравится, то он, скорее всего, поделится ей с друзьями, скинет кому-то ссылочку. В общем, может, это не прямая зависимость, но косвенная. А это Критов. Сегодня мы разбираем оформление и наполнение статьи. Как обычно, прошу вас подписаться на мой канал, поставить видео «Нравится», и мы начинаем. Итак, что самое первое и самое важное в любой статье? Это, конечно, заголовок. Вообще, тема написания кликабельных и интересных заголовков, она такая очень многогранная, можно о ней долго говорить. Я как-то её уже затрагивал в одном из своих видео. Вот здесь в подсказках сейчас прикреплю ссылку на это видео. Переходите, можете посмотреть, но сперва это видео досмотрите. А вообще, иногда нет никаких идей, как написать такой интересный заголовок. Вроде и тема интересная. Поэтому в случае творческого кризиса можно воспользоваться моей формулой. Желательно, конечно, придумать что-нибудь интересное, но, типа, если ничего в голове нету, то можно и так. Берёте какой-то объект из вашей статьи, пишите его название в заголовке и чем он интересен. Всё. Ну вот, как пример я вам сейчас покажу. Вот, берём статейку мою одну. Здесь у нас стрелок, винтовка из фильма «Стрелок». Что? Винтовка. В фильме «Стрелок». Это объект. Дальше дописываем, чем она интересна. Вот. Мы дописали, что она стреляет на 2,5 километра. Ну, то есть, не каждая же винтовка стреляет на 2,5 километра. Вот. У нас здесь что и чем интересно. То есть, объект. Что он делает? Это тоже, как бы, не панацея. И, возможно, ваш заголовок никого не заинтересует, но, как минимум, у вас есть какая-то формула. Если ничего интереснее, на ум не приходит. Вот, давайте прямо сейчас и начнём какую-нибудь статью писать. Предположим, написали заголовок. Здесь я не следовал своей формуле про объект и что он делает. Я взял фильм «Брат 2». Ну, все любят фильм «Брат 2». И вот момент, где он идёт как раз за этим немецким оружием. Берёт этот пистолет-пулемёт «Фольмер», который у нас почему-то называют «Шмайсером». Но это не суть. Мы про статью. Ну, так вот, в этой статье мы опишем всё оружие, которое там в фильме было. Не во всём фильме, а вот именно в этом моменте, где он спускается в подвал. Значит, набросали вступление. Ну, обязательно какое-нибудь вступление нужно. Набросали вступление. Дальше берём. И нам нужен подзаголовок. Вообще, хорошо в статьях использовать подзаголовки. Как минимум, один-два подзаголовка должно быть в статье. Я нарушаю это правило, но как бы с точки зрения того же SEO рекомендуют использовать подзаголовки. То есть, h1, h2. С точки зрения читателя это хорошо, когда он видит, что текст разбит, структурирован. Это, по сути, структурирование текста. И видно человеку, что вот эта часть текста про это, эта часть текста про это. И то есть он может визуально глазами определять. Вот здесь мы как раз пишем первый подзаголовок. Итак, мы написали первый подзаголовок. Дальше пишем какой-то текст. Пишем-пишем. Но нам нужно, чтобы наш текст не выглядел вот так вот. Как в этой книге. Вот, блин, не видно, наверное. То есть здесь ни черта нет абзацев. Один сплошной текст. Одна сплошная портянка. Вот такой текст никто в статье читать не будет. Нам нужно разбить текст на абзацы. Берём и разбиваем. Вот, пожалуйста, у нас здесь два абзаца. Вообще, небольшие абзацы. И вам потом легче будет ориентироваться, если что-то нужно исправить. И человеку проще читать. Намного проще читать. Если не за что зацепиться глазами. Нет ни подзаголовков, ни абзацев. То такой текст, он не удерживает читателя. И обычно люди с них выходят. Если там не мега что-то интересное. То есть если это стандартный текст. Человек просто посмотрит вот эту портянку. Скажет, да ну его нахрен. Выйдет и не будет это читать. Но у нас здесь текст про оружие в фильме. И второй абзац у нас как бы тактико-технические характеристики. Поэтому хорошо бы в нашем структурировании текста взять и второй абзац выделить каким-то другим шрифтом. Либо как-то еще выделить. Вот Zen нам дает разные инструменты для выделения текста. Можно выделять и целые абзацы. Можно выделять отдельные слова, на которых вы внимание хотите акцентировать. Я уже говорил, что в принципе SEO, ну то есть поисковая оптимизация. Она как бы любит структурированный текст. Хотя есть такой миф, что если вы выделяете ключевые слова жирным шрифтом. То это как-то помогает в поисковой оптимизации. Ну так вот, это фигня. Выделенные ключевые слова никак не помогают в поисковой оптимизации. Разве что читатель может быть как-то заметит это слово. Но зачем вам, чтобы читатель заметил какое-то слово? Это бесполезно. А вот выделить вот так вот отдельный какой-то абзац. Это в принципе хорошо и для алгоритма. Дзена. Который видит, что у вас тут не одна портянка. Во-первых, разбита на абзацы. Во-вторых, некоторые абзацы у вас просто выделены. Есть подзаголовки. То есть это будет большой плюс с точки зрения алгоритма. Это будет большой плюс с точки зрения читателя. Можно вот так выделять какие-то исторические справки, какие-то технические характеристики, как у меня. Что-то, что выбивается из общего текста, ну то есть из общего смысла. Но важно по содержанию. Дальше нам нужно вставить в нашу статью картинки. Уж картинки-то никто не забывает вставлять. Некоторые много вставляют, некоторые мало вставляют. Кстати, где брать бесплатное изображение для вашего блога, либо канала на Яндекс.Зене? С бесплатной лицензией я уже рассказывал в одном из своих видео. Ссылочку на него опять же в подсказках прикреплю. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать такие видео. Ну так вот, берем, вставляем картинку. Картинки не забывает никто вставлять, но все забывают. Ну не все, ладно, многие забывают. Добавлять туда описание. А описание у нас очень важно. Об этом говорил Яндекс.Зен в своем журнале, что алгоритм смотрит на описание картинок. Прямым текстом он об этом сказал, написал. Кстати, важный момент. Описание картинок помогает не только в том, чтобы алгоритм Яндекс.Зен положительно отнесся к вашей статье. Вы еще можете прописать в описании какие-то ключевые слова, по которым хотели бы, чтобы вашу статью находили через поисковик. Ну то есть потом, когда человек забьет в поиске по картинкам какие-то ключевые слова, он вполне может попасть на картинку из вашей статьи, перейти по этой картинке и попасть на вашу статью. Ну то есть посмотреть, откуда же эта картинка, из какой она статьи, из какого блога. Так что не пренебрегайте описанием картинок. Еще один очень важный момент. У вас же в блоге не одна статья, и есть статьи с похожими тематиками. Поэтому берем и размещаем на них гиперссылку. Все это называется перелинковка. Вот такая перелинковка нужна нам как раз в нашем блоге. Вот здесь вот, допустим, у меня абзац. В нем я пишу, что взял у Даниила немецкое оружие. А дальше тут есть упоминание про пулемет Максим, который вы, конечно, видели в фильме «Брат 2». Ну так вот, у меня есть статья про этот Максим. Я беру и ставлю на нее гиперссылку. То есть человек читает, читает, читает. Ему захотелось потом прочитать про этот же пулемет. И он создает еще дополнительные дочитывания в вашей другой статье. Ну и как бы журнал «Яндекс.Зен» уже писал о том, что он смотрит на то, есть ли ссылки на другие статьи в вашем блоге. Так что лишним не будет, даже если это в другой статье вашей не очень много дочитываний принесет. Ну давайте вот еще в конце последний абзац выделим курсивом, чтобы у нас все однообразно не было, чтобы глазу было за что зацепиться. Может я, конечно, уже перегибаю, но, блин, лишним не будет. В самом конце статьи мы призываем подписаться на канал и поставить «Нравится» этой статье. Я вас, кстати, тоже призываю подписаться на мой канал, вот этот ютубовский, и поставить этому видео «Нравится», если оно полезно вам. Так, мы поставили в конце статьи призыв подписываться и ставить «Нравится». У нас получилась вот такая вот статья, довольно длинная, много у нее картинок, вот она. Тут у нас и абзацы, и выделение, и картинки, и описание к ним, и гиперссылки на другую статью. Вроде все нормально, все есть, нажимаем «Опубликовать». Смотрим у нас здесь что-то вроде такого дескрипшена, но, то есть, описание статьи, которое будут люди видеть в ленте. Вот из нее мы убираем все лишнее, но, в принципе, я никогда не пишу отдельное описание. По сути, он автоматически создает первый абзац. Ну, почему-то вот здесь описание картинки еще берет. То есть, мы убираем все лишнее, прописываем теги. С тегами я особо не парюсь, ну, то есть, теги нет смысла прописывать того, чего у вас нет в статье. То есть, не нужно писать там, я не знаю, самые какие-то популярные. Допустим, если у вас канал про фильмы и статья про фильмы, не надо писать туда какая-нибудь политика, пришельцы, наука. Все подряд писать туда не нужно, нужно писать то, что у вас в статье. Но на данный момент сам Дзен смотрит, подходят ли ваши теги или не подходят, и сам их расставляет. Иногда не совсем точно. По тегам, естественно, другие люди будут искать вашу статью, им будет ее проще найти. Но я никогда над этим особо не заморачиваюсь. Ну, и нам нужно выбрать картинку для статьи. Тут у нас очень много картинок. Вот какую-нибудь давайте поставим. Вообще, я бы поставил, конечно, Данила Багрова крупным планом. Но у меня некоторые статьи про него с его лицом уже есть, поэтому давайте вот поставим немца. То есть, он не совсем немец, но вот его поставим, протягивает он тут пистолеты. Пусть будет он. Данила, конечно, наверное, более кликабельный был бы, но поэкспериментируем. Наравне с важностью заголовков стоят, конечно, и картинки. Ну да ладно, пусть будет так. То есть, прописываем основные теги, нажимаем опубликовать. Ну вот, статью мы эту опубликовали. Прошло у нас немного времени, давайте посмотрим, что там. Заходим на канал, но у нас здесь не очень высокий CTR, не очень много дочитываний. Ну, как я уже говорил, правильно оформленная статья не дает гарантии, что у вас будут сотни тысяч дочитываний. Ну, кстати, это еще не значит, что статья провалилась. Нужно подождать немного некоторое время, и, возможно, она наберет достаточное число дочитываний. То есть, если в первые часы вам не дали нужное количество дочитываний, возможно, статья наберет их на следующий день или через неделю. А может, она выстроит вообще там через месяц. Ну, я буду следить за этой статьей. А давайте-ка в нее зайдем и посмотрим, сколько там рекламных блоков. Статья-то длинная. Заходим. Ну, и, как ожидалось, здесь два рекламных блока. А что это значит? Это значит, что статья будет приносить в два раза больше денег. Причем первый рекламный блок идет в середине статьи. То есть, его люди по-любому посмотрят. Второй в конце статьи. Ну, и вот такая вот статья у нас получилась. Вот так она в опубликованном виде выглядит. Посмотрим на следующий день или через несколько дней, сколько она наберет дочитываний. Я, кстати, уже немного устал писать статьи каждый день. Ну, то есть, у меня два канала. Я на них пишу каждый день по статье. Плюс, там, третий канал что-то вроде личного блога, на который я, там, ну, раз в неделю что-то пишу. Там не очень заходит. Я же уже говорил, что проведу эксперимент и буду писать каждый день на свой канал. На два канала я пишу каждый день по одной статье и посмотрю, сколько выйдет в месяц. В конце этого месяца я запишу результат, который получился. Сколько денег сейчас можно заработать на Дзене. Такому среднестатистическому автору, как я. Ну, то есть, я не забираю у Дзена сотни тысяч, ну, и там могу заработать какие-то деньги все-таки. Максимальный мой доход был 25 тысяч за месяц. Кстати, некоторые дни удавалось даже по 2 тысячи в день зарабатывать. А некоторые дни и по 200 рублей. Ну, то есть, 2 тысячи и 200 рублей. В Дзене нет стабильности. Он тебе сегодня приносит очень много денег, завтра приносит очень мало денег. И 1% статей дают 99% дохода. Так что, если какая-то статья у вас не зашла, а вы думали, что зайдет, ну, блин, это нормально. Дзен такой. Пишите еще, еще, еще. И в конце концов, какие-то статьи будут заходить, какие-то нет. Здесь не будет такого, что все ваши статьи набирают там 50 тысяч дочитываний и все там. И по нарастающей. Будет так 50 тысяч дочитываний, 1000 дочитываний, 100 дочитываний, 0 дочитываний. Ну, ладно, 0 не будет. Если только вас забанят. А по оформлению статей я вам, пожалуй, все рассказал. Если у вас есть что дополнить, то пишите в комментариях. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok